Это Бердатки, ака бордели со Солегаль. Там мне сказали три квартала сюда, здесь мне говорят три квартала туда. Нет, друзья, нет. Нет? И как? Нет, нет, нет. Много, друзья, нет. Что? Я в замкнутом помещении, в борделе, с какой-то проституткой, и она говорит, что я могу позвать свою... Всем привет, это Сережа Васильев, и мы по-прежнему с вами в Эквадоре. В этот раз у нас город Гуайакиль. Город, который интриговал меня последние десять дней. Город, в который мне местные говорили то, что... Гринго, может, ты подумаешь, может, ты не будешь ехать в этот Гуайакиль? Что ты там собрался смотреть? И вправду, мне очень интересно, что же тут такого я могу посмотреть, потому что читал я про это место много. Читал я про то, что здесь легализована проституция, про то, что здесь очень большой наркотрафик, и то, что это самый большой и опасный город Эквадора, куда не рекомендуют особо так ездить туристом. Короче, все составляющие пазла сложились в офигенную картинку, и я понял то, что я просто обязан сюда приехать и показать вам, что вообще, что тут можно увидеть, где тут можно прогуляться, что мы тут найдем и что не найдем. Может, мне повезет, да, я найду все бордели и не найду никаких опасных приключений. Сразу вот такая вот зарисовочка. Все торгаши здесь почему-то стоят за пределами, за забором. Не внутри, а именно снаружи. Это очень странно, это необычно, потому что обычно они все прям вон там, и они пытаются вот навязать свои услуги, продать вот эти вот свои шляпы. Охрана тут отрабатывает прям вообще супер-пупер. Вот мужик зашел, да, его сразу берут и выводят. Все, типа, давай, давай, ушел. На выход, на выход. Кричит пута, пута, кричит пута. Это... Блядь. Помимо всего этого, город Гуякиль славится своим парком Игуан. Вы посмотрите только. Мои дружище. Я трогаю твой хвост, а ты меня нет. Короче, тут куча-куча всяких разных. Смотрите, вон там еще одна. Вон там еще одна, смотрите, за скамейкой. Короче, куча иглан. К сожалению, из-за того, что у меня украли телефон, я не могу вам показать видео, которые были в Коста-Рике. В Коста-Рике есть такое же место, где куча иглан, и они прямо вот можете смотреть на дерево, так, туда, и по дереву ползут прямо несколько иглан сразу. Это просто... Ну, это я не знаю, прикиньте, вот допустим, да, вы где-то в Москве или в другом каком-то городе, и у вас в парке куча белок, и вы удивляетесь белкам. Ну, я так удивлялся. А тут... Что это? Это дракон или что? Или ящерицы? Пойдемте дальше. О-о-о-о! Нет, не идем дальше, не идем, не идем, не идем. Смотрите, тут черепахи. Черепахи. Причем, они живые вообще? Да. Еще они. Ты здесь? Да. Очень спокойно. Центр города тут достаточно интересный. Тут такая вот классная улица. Классные здания. И также разные прикольные памятники. Памятники независимости. Всякие картины. Девочки, которые фотографируются. Ариан. Да, все. Девочки, смеются. Я из России. И вы? Да. �котор. То вы? Да. Я думал, вы как... как люди окружающие. О, они из Франции. Знают из Франции. Да, да. Да, нет. Не в Монтаните. Ты посетишь в Монтаните? Нет. И какие планы у тебя? Сейчас мы посетим музеи. И другие? О, есть еще! Это русский. Да, да, да. Сергей. Да, да. И вы все вместе? Да, да. Очень большая группа. Да, да. У тебя есть Instagram? Да, да, у тебя есть. Ты можешь написать? Да. У тебя есть интернет? У тебя есть? Да, да. У тебя есть кармин и я Дона. Кармин? Дона. 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 Очень большая. Да, я тоже хочу. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Я делаю видео блог. Где я говорю с другими людьми. Где я говорю с другими людьми. Где я иду в странные места, опасные места. Так. Подписывайтесь на вашиkkers, как и другие места. Мало некоторые. Здесь есть мобильные места. Здесь? Куда? Где есть часть интересgehёршая? Интересная? Ну, ты уже гости в маленьком? no, вы мне не отдадите, ты идёшь вborah. У меня есть много вещей Да? Да Да Очень вкусно Очень вкусно Ну, не знаю, я не проверял, как оно переводится, но, скорее всего, оно переводится как набережная Потому что, как правило, молеконы находятся на набережных И... ну, реально, они такие симпатичные, так же, как и, в принципе, все набережные Шёл я, шёл по молекону, и у меня пришла гениальная идея в голову Я слышал, ну, как, раз уж говорят то, что бордели здесь легальны, то... Спросим об этом у представителя власти, наверное Не знаю Пойдёмте Я, честно говоря, прям совсем-сосед Холла, сеньор А, дискульпи, посмотри, а может поговорить тебе, что бордели здесь легальные Как, как? Как, где-то там жители... Маза-баха Это легальные Да, это легальные И здесь, сколько метров, километров нужно идти? Три квадрата. Три квадрата. И... Спасибо. Спасибо. Вот, смотрите, получается три-два квартала и сказал вон туда вот иди и вода легально. Офигеть, офигеть. У меня, честно говоря, столько адреналина было в тот момент. Очень хорошее настроение у меня, потому что тут классная погода, потому что тут не жарко, тут не холодно, тут нет ветра. И тут много людей. Честно говоря, Монтанита город очень интересный. Но он интересный, чтобы так, знаете, отдохнуть, чтобы расслабиться. И вот как я приехал из Монтанита сюда, я сразу почувствовал какой-то поток энергии, какой-то просто напор энергии. И весь этот напор энергии, он распирает меня изнутри, и поэтому я ею сейчас вот делюсь с вами. Ожидают вас вопрос, как же я попал в Эквадор. И давайте покажу, как вы можете сюда попасть. Открываем приложение «Купи билет», потому что здесь есть и билеты, и отели. Вводите начальную точку отправления, например, Стамбул. Затем выбираем столицу Эквадора, город Кита. Готово! Так как сервис умеет искать билеты со сложным маршрутом, то можно найти билет по самой доступной цене. 46 351 рубль без багажа. Вводите свои данные, убираете, добавляете опции, страховки, уровень поддержки. Все прозрачно, удобно и быстро. Тут же на соседней вкладке можно забронировать себе отель. Что важно, вы можете оплачивать все российскими банковскими картами. Сервис уведомит вас заранее о том, что нужно собираться в аэропорт, а также на случай непредвиденных обстоятельств можно сделать любой абсолютно билет возвратным с помощью функции «Купи билет возврат». Вводим данные карты и оплачиваем. Затем на баланс вашего аккаунта начислятся бонусы, которыми вы можете оплатить до 40% вашего следующего билета. Утешествуйте выгодно с «Купи билетом». От меня вам бонус 500 рублей на первый заказ приложений с промокодом «Сергей500». Отскачать приложение можно по ссылке в описании. Так, ребят, что-то я уже минут 20 еще зашел на какой-то базар, где продаются шмотки. 90% зрителей мужчины. Вам интереснее посмотреть девочек, нежели там, чё в этом гуякиль, да, какие там канатные дороги. Ты чё, Серега, да? Давай, девочки. Будут девочки, надо только их найти. Пока что только завтраки. Смотрите, прям вообще полная посадка. О, пардон. Они припарковались. Да и тут, в принципе, тоже ничего так. Это токаро. И как можно припарковать? Какое? Потому что это машина, это машина… Это не возможно. Какое твое? Какое твое? Какое твое? Не, не, не. Только интересно, как можно выходить здесь. Потому что там, где ты блокируешь. И там тоже. пара не меморио парке стоби аханда и алириду гордым он на парке в этом парке оваках карту связи с и они серьезный куда мужик я так думал за что он у меня загрелся по что он думал просто растолкать короче эти машины вот но он потом походил там посмотрел эти машины не вплотную к другим машинам стоят так что нет не судьба так ребят давайте я под мостом прям как в том ролике про медальин и ощущение тут тоже немного такие же потому что тут также смотрите какой-то базарчик рынок люди тут кстати немного по поводу ну поприличнее выглядит вот тут есть либо охранники либо полиция которая вот сзади стоят и обувь просто обувь хочу кого не спросить но я немного стремаюсь то что если я спрошу то у меня куда-то поведут не туда потому что мне рассказали много всего брата как тут опасно продолжать тут всякие вещи происходят и поэтому мне немного не по себе от этой ности поэтому я как-то больше предпочитаю ходить один и ни с кем особо не останавливаться собственно что мне и рекомендовали мне нравится они ли хорошо они почему к примеру она и разорваться и когда они это не как-то знаете что я ничего не знаю как они сами когда они должны быть как-то выступили Или в Москве? Три квартиры Три квартиры? Один, два, три? Спасибо Так что-то прикольчики какие-то Там мне сказали три квартала сюда А здесь мне говорят три квартала туда Это сколько? Какая цена? Один доллар Один доллар Это пассивный 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 Да, 75 75, хорошо 75 Вот такую вот штуку наливает Давай мои 25 Ммм Морико, спасибо Вот на 25 штуку Бам! Убегаю, смотрите Ммм На 25 штуку Сторговался, мне очень приятно Ммм Глоб Как тебя зовут? Тифани Тифани Очень хороший номер Ты знаешь español? Да, да, да Я не знаю Где ты? Я русский И ты? Ты из Экадора И ты тоже Да И куда ты идешь? Для моего дома Для твоего дома? Для чего? Для чего? Для чего? Да Ааааааа Ты как Ты учишь вместе? Да Аааа И куда? И куда? 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 Аааа У тебя учишься? Да Аааа И ты учишь? Так Аааа Какой-то чересчур навеселее ролик, честно говоря, получается. Блин. Это очень вкусно. Я не знаю, такое ощущение, как будто они добавляют сюда что-то. Точно они добавляют сюда сахар, наверное, какой-то сироп ещё. Потому что эта штука, её просто нельзя оторваться и нельзя не допить до конца. Очень вкусно. Я, кстати, вот только говорил, что ничего такого нет, и пошёл, вот такой вот этап. Опа, девочки. Вот, ребята, меня спрашивают, как ты так столько путешествуешь, да, типа нужны деньги и там всё такое. Главная фраза путешественника. Можете сделать это дешевле. Работает всегда. В некоторых странах вам скидывают 20-25%, в некоторых в несколько раз скидывают. В Египтах там в каких-то, можно раз в 5 спокойно, в 10 сшибать цену. Так что пользуйтесь. Олина, посмотрите, тут походу нормальная практика, прямо вплотную парковаться. Хоть какой-то же намёк должен быть на них. На эти места. Вестерн Юниор. Даже по-китайски, смотрите, написано. Так, это чё у нас? Ох ты, нифига себе. Смотрите. Короче, народная медицина тут прям вообще процветает. Блин, какой-то шарлатан им говорит то, что типа вот там есть одна таблетка, там какая-нибудь моча быка, да, вот выпьем мочу быка и всё будет классно. У тебя всё как рукой с ними. Да, 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 моча быка, мне две, пожалуйста. Фу, очень странно, люди. Так, ну вот потихоньку что-то уже начинает наклёвываться, походу. А, вот это вот уже ближе к плену, а то мебель какая-то. Так, да вот тут есть Остан, Плаза, Литония. Лонли. Что-то вот, вот тут вот уже что-то начинается. Сверя, какой пресса для этого? Доллар. Доллар. Это, как, чориса? Чориса и это? Да. Это банана? Доллар. Да, и одна для меня. Одна для меня. Я паку майонеза. А, нет, нет, спасибо. Син майонеза, син, то чёрт. Мочи грязи. Благодаря. Вполне неплохо, кстати. Она немного залежавшаяся, но вкусная, блин. Знаете, вот когда про сосиски и про колбасу говорят, что она на вкус как вата. Вот тут вот реально вата. Но вот эта сосиска... О, очень вкусная. Что-то... Оба. Оба-оба-оба-оба. Оба. Чё это? Лопа, девочка. Они, я говорюlesia, папа. Я сниму видео. Это неожно? Оно? Я сниму видео. Ты такой? Вон мы, куда? Естьойти? Там. В пакет. Ты как зовут? Ты как зовут? Ариандес. Я называю Сергей. Сергей. И... Wow, хорошо. И сколько стоит? 20. 20, для чего? 1 час, 1 час? 1 час. И это с отель? Ага. Да. 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 Давайте. 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 Вау. Но я не снимаю это. Нет? Посмотрим, что она показывает. Вау. Это отель? Да, это отель. Привет. 350. 350? Да. Можь. Л maniac. Погали Brook. Можь. остались. Это примерно килограмма. Становка сопричайте. И вот это есть. Ура? Класс. Я не могу. Но нет. Нет? Нет. Окей. 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 Пойду смотришь немного. Дамочку сзади перекос обошивает. Капец. Еще как было. Девочка наотрез отказалась там что-либо ее снимать. У меня была идея, что я ей заплачу деньги и попытаю ее вопросы. Так она сказала, типа, 20 долларов 30 минут. Я думал, я заплачу 20 долларов 30 минут, буду ей вопросы задавать. Но в итоге, когда мы зашли в комнату, она начала такая, типа, то, что нет, нет, вот это вот не надо. Типа, не надо меня снимать. Типа, я вот могу там ртом, не ртом, всем чем только хочешь ли, но, как бы, сорян, разговаривать я не буду. И вообще убери вот эту камеру, а то я позову свою крышу, короче. Вот. На что я подумал, то что, блин, стремно же. Меня же тут пугали, как тут страшно в этом городе, как тут, блин, какой-то беспредел преступности и так далее. Идут, я в замкнутом помещении, в борделе с какой-то проституткой, и она говорит то, что я могу позвать свою там охрану, свою крышу. Но я подумал то, что, фу, идем, короче, дальше. Еще про эти публичные дома. В чем прикол? Прикол в том, что они реально платят официально налоги. Они работают официально, и все у них, я не знаю, ну, как у нас ИП, да, открыть и пойти продавать что-либо. Зарабатывают они, получается, от 12 до 20 долларов за полчаса. Зависит от того, насколько симпатичная девушка, насколько она конкурентоспособна, ну, впрочем, как и везде. Клиентов вот именно вот это сказала то, что она может иметь по 15-20 в день. И получается то, что мы умножим 20 на 15-20 клиентов. И сами видите, сколько получается. Также каждый клиент платит за вот эту комнату, в которую она приводит, в которую вы ее приводите, в которую вы вместе приходите, 3,5 доллара. Такие вот примерно расценки, такие заработки. Государство, я как понимаю, они платят что-то порядка 15-20 процентов, как и везде. И думаю то, что местная крыша плюс-минус столько же. Поэтому примерно так на скидку 200-250 долларов в месяц можно здесь зарабатывать девушке. К примеру, в Доминикане девушку можно купить за эти деньги на, ну, блин, почти на неделю. Я общался с одной, она очень симпатичная. И она говорила то, что, в принципе, за 200-250 долларов на неделю она готова быть вот с мужиком. Ходить с ним, делать ему весь день массаж, ублажать его, делать все, что ему хочется, провождать его. Если там хочешь, она будет прибираться всю неделю, все что угодно. А здесь это всего лишь за день. На секундочку, люди здесь зарабатывают где-то 400 долларов в месяц. И в 200-250 вот такая вот девушка может зарабатывать за день чистыми. Хоть Эквадория очень такая традиционная страна, тут и племена есть, и много всякой такой культуры интересной. И вот в каких-то моментах они консервативные, но именно в моментах удовольствия они очень открыты. К примеру, замутить здесь групповушку намного легче, чем замутить здесь не групповушку. Возможно, из-за того, что у них все это более доступно, более, как бы, вот здесь, да? Им это пресвящается, и им вот хочется найти что-то новое, хочется найти каких-то новых эмоций. И они их находят. Жук кабриолет. Как вам такое? Muchis gracias, señoras y señoritas, чьи имена вы видите сейчас на экране. Эти прекрасные гринга активно помогают в выходе новых видео. А присоединиться к ним и попасть в следующее видео можно по ссылкам и реквизитам под роликом, а также сейчас на экране. Так, короче, что-то гулял я, и тут есть маяк, и это вообще очень такое, получается, туристическое место. И потом я решил то, чтобы, почему бы мне не повернуть вот сюда вот. И охранник меня что-то очень-очень сильно отговаривал и говорит, типа, то, что нельзя. Я такой, типа, какого черта нельзя? А сюда, типа, люди идут, и я смотрю, как бы раз мальчик пошел, там два мужика там какой-то пошел. И он такой, типа, блин, типа, че за фигня? Типа, чувак, ты че мне начинаешь разгонять? Типа, вот они ходят, типа, им можно, а мне нельзя? Он говорит, такой, типа, да нет, тут тут опасно. И он такой, ну, типа, окей, бывает. Типа, опасно. Типа, все, я пошел туда. Он такой, не-не-не, нельзя. Я такой, все, все, давай, я, короче, ушел. Не знаю, что тут опасно, мне вот интересно посмотреть, потому что выглядит все очень так симпатично. Такие вот симпатичные домики. И я хочу, вот, пойти в тот вот район. Опасно, говорит, нельзя идти. Смотрите, тут какая красота. Этот чувачева говорит, то, что ты че, типа, гринга, тут опасно. Вот так вот, ребят, вот так вот ребята обманывают туристов. Говорят то, что, типа, ой, опасно, ой, не ходи. А ты в итоге пропускаешь все самое интересное и все самое симпатичное. О, вообще тут на самом деле реально весь центр перекрыт полицейскими. И они стоят, вот знаете, как будто вот по коридорам, по которым можно ходить. И они вот вас направляют то туда, то сюда. Зачастую это не полицейские, а чисто охранники какие-то. И они вот вам рассказывают то, что туда ходи, туда не ходи. Видимо, реально что-то есть такое, типа, опасное в этих местах. Ладно, сейчас пройдем, посмотрим. Смотрите, все в таких флагах. О, и тут такая вот чува зона. Да, тут вот как-то стремновато на самом деле. О, че... Смотрите, тут вот такие вот граффити сделаны. То, что... Я живу в районе без наркотиков. Вот, тут вот люди живут, смотри, тут матрасик. Тут вот на качеле прямо вот так вот все. Вот еще один такой же пошел. И вот, смотрите, такой вот интересный райончик. Здесь такой вот вид. И... Волчь. Это школа, что ли? Или садик? Да, запахи тут вообще трынец. Волчь. Это школа, что ли? Или садик? Да, запахи тут вообще трынец. Не за садик? Нет, вон садик. Не за садик. Не за садик. А, почему? Не, много тиф elements. Много тиф elements. Много тифа. Волчь. Я не могу неไป. Волчь, друзья? Могут, и мы подъем. Волчь. Волчь на улицу, так же. Ага. Волчь, да. Ага. Волчь. Но это... Ничего, мальч Twet. Не, не, нет. takich жробов... что ты плачешь? что? что я не плачу а、 много жробов? да, да а может быть шоу партнер? такси, с футболом закрывает ее это застрелит много братья хорошо, понял еще раз, несколько tarde, у них были б Hebat Ethel по-музмущению, чтобы не дымится жробов Окей, спасибо. Здесь вниз, ты идешь на дорогу, да? Да, там? Да. Там есть как планшет. Там тоже красиво видеть. Но там тоже есть мата. Мата? Да. Какая опасная? Да, да. Окей. И... Это здесь? Это здесь. Это здесь. Это? Да. 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 Это здесь. Это здесь. Это здесь. Окей, окей. Отлично. Спасибо. До свидания. До свидания. Этот мужичок намного убедительнее, чем тебе охранники говорил. И вообще мне нравится в Латинской Америке то, что всегда, когда ты идешь в какие-то такие вот районы, то местные, они прям тебя сразу такие не-не-не-не-не-не-не. «Иди вон туда, иди вон туда, сюда, там, делай что хочешь, но вот только не сюда». И они тебе рассказывают, показывают. И... Ну, вот это вот интересно. А вот эти вот охранники и полицейские, они вот на все, что находится вне там зоны, где вот их вот эти патрули выставлены, говорят то, что типа «Ой, опасно, туда не иди, сюда не иди». Вообще непонятно, куда можно идти, куда не можно идти. Вот. О, чувака нормально так размазывает. «Ой, будeties отлич mexe». Восьмые сойдутỏ – ухо. Да. Ухо. Продолжение следует...